Как во всех романтических комедиях, это не ты выбираешь, о чем рассказать. Это случается по любви, это само. Я просто взглянул, я понял, что я должен об этом рассказать, потому что оно как-то вот прикипает. Есть такие вещи, которые тебя выбирают, а не ты их. Я понял, что вот эта вещь будет на обзоре. Хотя 26 серий, я думаю, и 21 том манги, я думал, сейчас вот я затяну. Мангу у нас в России пытались выпускать, но... Да, об этом чуть-чуть позже скажу. Два с половиной дня у меня было на всю подготовку. Два с половиной дня и два с половиной ночи. Так что это много. Потому что у нас предыдущий эфир был в понедельник. Я, конечно, начал готовить раньше, но ненадолго. Рассказывай. Да, в общем, 26 серий. Она и его... Она и он. И она и ее обстоятельства. И ее кот. Как это слово в английском? Circumstances. Да, я не умею. Circumstances. Circumstances, да. Coreshikano. 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 Coreshikano сокращенно. Все Coreshikano называют. Так оно и прилипло. 26 серий. ТВ-сериал от 98-й год. Coreshikano. Это легендарный... Да, легендарный сериал от Гайнакса, который вышел сразу после Евангелиона. И на нем, конечно же, остались его отпечатки, что называется. Потому что режиссер тот же самый. Хидаки Анна. Это такая история. Начинается с того, что это спокойный такой пригород Токио. Кавасаки неподалеку от Якогамы. В старшей школе учится девочка Юкино Миязава. Вы ее тут видите, наверное, в половине кадров. Ее считают идеальной ученицей. Потому что она хорошо выглядит, отлично учится. И всем помогает. У всех на расхват. Но, конечно, есть обратная сторона, которую знают только домашние. Папа, мама, две младшие сестры и собачка Перо-Перо. Которую пишут Перо-2. Поэтому для сокращения. Страшная тайна такова. Это не спойлер, с этого сериала начинается. Страшная тайна в том, что на самом деле она ленивая, неряшливая, ходит по дому в трениках. И вообще ужас. Но умеренный ужас. Потому что сестры и родители относятся к ней хорошо. Но в школе этого, конечно, не должен знать никто. Потому что она образцовая ученица. Там все такое. Лицо школы. Вообще на первых местах по рейтингам. Рейтинг оценок у них выставляет. Кто лучше всех получил. А дома она совсем не такая. Но это тайна. И вот особенно не должен знать вот этот вот самый Сайчиро Арима. Второй главный герой. Красавчик, спортсмен. Недавно появился в школе. И девочки перед ним падают от восторга просто штабелями. Такой спокойный, доброжелательный. Настолько, что уйти, ну аж скулы от него сводят. Просто. Потому что тоже. Она идеал. И столкнулся она с другим идеалом. А поскольку девочка она спокойна только с фасада, она сразу чувствует соперника за умы школы. И начинается сражение. Но следит за ним. Подмечает его недостатки. Ищет слабые места. Но он по-прежнему такой спокойный, доброжелательный. И это страшно вредит тщеславию Якину. Потому что именно над тщеславией держится ее фасад. В общем, на самом деле. И вот только однажды, в общем, Арима умудряется признаться ей даже в любви. И, разумеется, получает гордый отказ от нее. Арима зашел, подходит в гости, потому что она какую-то вещь забыла в школе. И он пришел отдать. И она думает, что это не он, а кто-то еще из своих там вернулся. И она открывает дверь в таком виде. А там он. И ее фасад рушится прямо на глазах. Диск, по-моему, пришел вернуть еще такой с пузыгой. И, короче, начинается страшная. Потому что, в общем, он видит ее, какая она на самом деле. И показывает в ответ свою темную сторону. Потому что, чтобы никто не узнал об этой страшной тайне, он ей говорит, она должна стать его рабыней. Ну, не в буквальном смысле садомаза, в смысле рабыней. А просто теперь оказывается у него на побегушках. Исполняет его поручения. И ее самолюбие от этого страшно страдает. Потому что никому же нельзя подавать виду, что все гораздо хуже, чем могло бы быть. Но подростки есть подростки. Гормональный буря никто не отменял. И понемногу у этих двоих начинается осыпаться их тщательно построенный идеальный фасад. То есть, как ни странно. Кость, растрескивавшись, так сказать, штукатурку, они начинают видеть себя настоящих. За расчет ли вот этой собранной юкина становится видна такая искренне романтичная девочка, которая, хотя эту сторону, она тщательно скрывает, чтобы не пораниться об острые выступы, так сказать, других людей. Это многие так делают. То есть, такой внутренний интроверт свой прячет. Внутреннего интроверта своего. А спокойный, выдержанный вот этот Арима оказывается, наоборот, человеком с полузабытыми детскими травмами и очень непростой судьбой, на самом деле. И главным, наверное, сокровищем этого сериала становится, конечно, вот это раскрытие истинной стороны главного героя. Собственно, с его стороны, с ее стороны, как иногда сериал называют. И как они, вначале зацепившись друг за друга и за соперничество, в конце концов, эти показушники перестают строить из себя такой недоступный идеал и видят друг друга нормальных людей со своими интересами. Постепенно становятся такой настоящей парой и даже открывают свою несовершенную сторону окружающим. То есть они, их даже заучи начинают ругать за потерю успеваемости, потому что они там даже не на первых местах по оценкам становятся и порой едва попадают в двадцатку. Но искренность-то важнее как бы для себя внутренняя. Многие называют сериал вообще отличной такой эталонной мелодрамой, но тут надо нарисовать кучу звездочек, сносок и примечаний по этому поводу, поскольку Гайнокс не умеет делать нормально. Получилось что угодно, но ненормальный сериал. Поначалу за сериал студия взялась, кстати, чтобы не растерять творческую команду, которая осталась после завершения Евангелиона. Ну, они-то думали, что это завершение Евангелия в 97-м году, когда там End of Evangelion-то вышел. А команда могла разбежаться, потому что подготовительный процесс нового неназванного проекта, который теперь назван и называется Furry-Kury, FLCL, да, знаменитый, он что-то подзатянулся в тот момент. Они его как бы долго готовили. И просто надо было что-то взять такое, чтобы команда что-то делала и не разбегалась. И студия продолжала жить на полу после того, что случилось под названием Евангелия с ними, со всеми. Так что вот они взяли подряд на школьную мелодраму из женского журнала. Lala журнал, по-моему, назывался. Практически беспроигрышный вариант, если подумать. Ну, потому что мелодрама, разговоры, не очень активно анимация, все будет хорошо. Но в Атаку из Гайнакса вечно все через одно место получается, потому что это необычный аниматор, а Атаку собрались. Во-первых, они сразу куда-то продевали весь бюджет. То есть вот это становится видно чуть ли не с первых серий. А дальше все становится только хуже. Там Хидаки Анна, конечно же, с первых серий показывает, как можно снимать крайне выразительно в условиях ограниченного бюджета. Ну, он начинал как фанат фэнской анимации, которую вообще бесплатно делали, что называется. И случайно, или, кстати, не случайно попадает на территорию Акиюки Симбы, которая в те годы уже, кстати, овладевает этой вот выразительной техникой. Когда там новый ураган Полимар, о котором я рассказывал недавно, там такие вот выразительные техники его, потом продолжил в Ямамото Йок, который выйдет в следующем году, в 99-м, и достигнет совершенства в Бакимоногаторе, вот этих историях монстров уже Акиюки Симбы. А Анна совершенно случайно заскочила на эту территорию. Но если у Акиюки Симбы вот эти вот все надписи, вот эти все косые черты, там глубокие тени, если у Акиюки Симбы это всегда выглядит такое отточенное, академичное, то Анна это получилась вот такое спонтанное, дикое и очень неровное. И оттого, кстати, может быть даже более обаятельное искреннее, потому что оно такое, знаешь, оно как бы, знаешь, как школьники, подростки нарисовали, так по черкушке в школьной тетради такие. Но это полбеды. Производство ни разу не было простым, конечно, у них. У них реально в последний третий сериал начали кончаться деньги на аниматорах, на аниматорах вообще, и пришлось идти на какие-то чудовищные ухищрения. И они такой с самого начала взяли такой немножко ленивый стиль Сёдзи Манги, когда после таких вот, после установочных больших планов фаны дальше становились крайне простыми, абстрактными, здесь очень хорошо видно. Но зато, как полагается, в Сёдзи Манге разговоры, разговоры, очень много разговоров. И чтобы не страдать синхронизацией речи, они в ход любые ухищрения просто использовали уже. Там кадрирование, вид со спины, детали, глаза, ноги, парты, краны в школьном дворе, детали, манга, даже просто карикатуры. То есть это всё равно ни черта не успевали. Экономили прямо совершенно неприличными методами. То есть в начале сериала такая обязательная шапка с предупреждением. Смотрите сериал в хорошо освещенном месте. Это после инцидента с покемонами, когда там цветные вспышки в серии вызвали волну эпилепсии у школьников. Там, конечно, смешной в этой истории с эпилепсией было, что волна школьников, главное, случилась через день, когда всё в новостях прошло. Ой, и у меня тоже. Чтобы не пойти в школу, видимо. И потом у них ещё кратко пересказ предыдущей серии в начале каждого эпизода был. В том несколько серий было с пересказами, с ксерографией, чёрно-белой. Вплоть до театра картонных кукол в последних сериях у них доходило. Буквально вот на палочках. То есть экономили просто адски. Натягивали так, что получалось, наверное, местами по 12 минут материала в 25-минутной серии. Зато иногда это давало новые какие-то творческие решения. То есть некоторые штуки, которые, я думал, впервые появились в Адзуманге, которая вышла через пару лет, буквально 2002-й, по-моему, год Адзуманга, на самом деле впервые можно было увидеть здесь вот эти вот там глаза-кружочки такие нарисованные, бешеные. Там ещё вот какие-то штуки, которые там в Адзуманге вот эти вот все очень характерные видны были. Но дело в том, что Адзуманга как раз снимала студия Джесси Став, а тут они работали бок о бок с Гайнаксом Джесси Став как раз. Титров Джесси Став порой даже выше Гайнакса идёт. То есть там аниматоров они оттуда брали. Ну и, конечно, эпичнейший фейл у них случился с тем, как они не успели сдать 14-ю серию и дальше. И там с Хидеокеана случился такой срыв. Легенд про этот срыв гораздо больше, чем то, что случилось на самом деле. И все это любят очень рассказывать. Ну, в общем, там телеканал ТВ Токио, во-первых, забраковал его монтаж серии с рекапом, то есть с кратким предсказом предыдущих 13 серий. В результате в телеэфир вышла серия, версия рекапа, которую спонтировала аниматор Масахика Ацука, один из будущих основателей, кстати, студии Триггер. А на дисках потом ещё вышла версия, которую уже нормально сделали сотрудники студии. То есть авторская от Хидеокеана вообще никогда не всплывала. А версию Ацуки можно увидеть только в записях эфира, который был по телевизору. Кто с телевизора писал серии, тот эту версию рекапа увидел. А на дисках уже такая более-менее приличная она. А рекап получился, кстати, крайне эпичный. То есть там статистика просмотров и опросов интереса каждой серии. В том числе и количество монтажных склеек каждой серии. Я сейчас найду кусочек этих рекапов. Это эпик. Так рекапы не делал, по-моему, никто. Потому что, да, вот рекапы выглядели вот так. Как в атаку новое видео когда-то, помнишь? Как вам эта серия понравилась? Интересная, неинтересная, очень интересная и так далее. То есть вот название серии, когда в эфире была, видишь, какого числа. Потом сколько монтажных планов. Ну, в смысле, да, склеек. Ну, сколько кусков. Сколько рисунков. И рейтинг интереса. Я не знаю. Вот, смотри, вторая серия вышла такого-то числа. Вот столько монтажных. Кстати, видишь, 337 кадров. Там вот такой вот опрос был. Вот это внизу 42%. Ну, среднее. Наверху понравилось. Там очень понравилось. Не очень понравилось. Ничего не понял. Все как обычно. Шестая серия. 243 монтажных планов. Десятая. 358. Там, кстати, все по-разному. Одиннадцатая. Двесть восемь из три. Двенадцатая. Сто девяносто шесть. Куда-то вместо трехсот с лишним. То есть куда-то подевалась. А в 13-й, 300 дней. Короче, это очень странно. Они, короче, развлекались как могли. Я не знаю просто это. Вместо того, чтобы делом заниматься. Не-не, а между ними показывали на очень быстрой перемотке всю серию, которая была. То есть это какая-то абсолютная безумие. Больше того, такая была не только 14-й, но и половина 15-й серии. Студия настолько не успевала. То есть заодно пошла легенда, что тут Хидеаки Андер адски поссорился с продюсерами и вообще хлопнул дверью. Как все говорят. Вот он бросил сериал после 18-й серии. Негодяй. Ушел там на вольный хлеба. Но это городская легенда. На самом деле Анна действительно не тянул, конечно, свой творческий стиль в темпе телевизионного производства. Но он всегда медленно делал. Это есть такое. Такое проклятие Евангелия тут наступило вдвое раньше, чем в самом Евангелии. Там сломались на последних сериях 25-й, 26-й. А здесь сломались уже на 14-й. У них даже опенинг появился только в 6-й серии. Они это делали. Причем в 7-й опять опенинга не было. Там была надпись по техническим причинам. Знаете, после 15-й серии в титрах режиссерам указан, особенно какие есть там эпизоды в поздних. То есть там прямо вот рука аниматора и анимационный станок виден. То есть прямо вот как эти кадры наклеиваются. Настолько экономия. Даже не экономия. Экономия — это стилистический прием, конечно. Художественный прием. Да, да. То есть настолько. Потом все это ускорялось и превращалось в анимацию. Опенинг появился только в 6-й серии. В 7-й его опять не было. Написали по техническим причинам. В результате после 15-й серии в титрах режиссером указан продюсер Гайнакса Хироки Сато. Он до того успел поработать на Гиблии, потом продюсировать Фури Кури, Махвороматик, Дайбастер. В общем, он записан. Вот видишь краткое содержание серии? Вот так еще они нарезали. И там все шевелится, движется вот это все. Вот каждая серия там. То есть посмотрите, что у нас было в предыдущих сериях. Зачем? Что это? На самом деле Анна, кстати, никуда не ушел. Наоборот, как в духе своего друга Хаяо Миядзаки. Каждый день приходил на студию, продолжая руководить до последней серии. То есть просто снял себя, видимо, ответственностью, получается так. Об этом, кстати, Юки Сато говорит в интервью в буклете к Blu-ray сериалу, который вышел, по-моему, пару лет назад. В 21-м, по-моему. И там... Причем вначале Анна подписывалась в титрах нормально. Хидайки Анна, да? Вот иероглифы и так далее. Потом Хироганны в одну строчку, как бы, азбука. Хидайки Анну. А потом еще просто Анну. Ну, как он в манге подписывается, знаешь? То есть он постепенно сваливал с сериала, как бы так. Еще над сериалом работал начинающий тогда еще аниматор Хироюки Имайси, будущий автор Гурен Лагана и недавнего аниме по игре Киберпанк 2007. И чем дальше, тем больше это становится заметно, кстати, по сериалу. Вообще стиль, конечно, очень неровный у сериала, особенно в первых сериях. Там чудовищно плавает дизайн персонажей, как будто они сами не определились, и в дальнейшем как бы сильно лучше не становятся. То есть есть серии, которые местами откровенно авторские. То есть видно, кто рисовал, на переделку времени у них ни у кого ни силы не было. Это тоже совершенно очевидно. Поэтому там Charter Design ползает просто как невозможно просто. Но после 18 серии сериалом случился вообще полная катастрофа, и сюжетно, и технически. Настолько, что даже обычным зрителям рекомендуют, чтобы не огорчаться, не смотреть дальше 18 серии. Считайте, что в сериале 18 серии вы получили удовольствие, и все, и забудьте про него дальше. Дальше манго читайте. Последняя серия, потому что просто, во-первых, превращается в коллекцию коротких историй о некоторых неглавных персонажах. За две серии до конца у них полсерии идет перескат сюжета опять, а последняя вообще сделана как манго не про главных героев. Так что кавардак полнейший, как в жизни, в общем, бывает, наверное. Еще они умудрились поссориться с автором манги, с Масами Цуды. Она делала романтическую вещь, а Анна решила, что это будет ром-ком, романтическая комедия. В результате, хотя по тексту там все очень близко идет, за заключением пары серий с дополнительными героями, там они вообще прям чуть ли не по манге шпарили по тексту. У них случились полные творческие разногласия. То есть Цуды, это была такая вообще первая большая сериальная манга, она очень тряслась над своим детищем мангака. Поэтому некоторые наши там поклонники даже пишут... Это не сбой Charakter Design, это они так пародировали романтические всякие журналы для девочек. А вот Херой Ки-Маси типичный, посмотри справа в морду. Да, похоже. Да, да, прямо вот оно, да. И некоторые у нас фанаты даже пишут, что в результате ссоры автор манги попала в некий черный список, ее больше не экранизируют, даже на Википедии такую чушь читал. Но это полная чушь, по-моему. К слову, она художница, кстати, так себе, откровенно говоря, вытягивает только сюжетом. То есть, ну, очень средний. Мангака не обязательно должен быть выдающимся художником. Да, да. Иногда поэтому, кстати, порой мангак-то с каким-то художником сотрудничает, именно чтобы просто лучше. И вот как раз вот вытягивает только сюжетом. И вот про сюжет манги хочется сказать отдельно, потому что Масами Цудо наверняка еще ревновало этих выскочек аниматоров, потому что они сделали сериал гораздо более с Сёджи Мангой, чем получалось у нее, наверное. Вот это все. То есть у нас, конечно, тоже затянуло сюжет. В результате у них не было достаточно материала для главных героев, потому что манга шла еще несколько лет потом, после окончания сериала. Так что худо-бедно, а не закончив сериал, можно просто спокойно начинать мангу сначала. Ну, это понятно, кто ел, да. Спокойно начинать мангу сначала, потому что совсем не похоже на то, что получилось у Анны и компании. Это история про детские травмы. Почему настолько про детские травмы, что ее даже психиатры мангу хвалили за достойное изображение травм и их проживания. И больше не меньше. Но, на мой взгляд, Цудо Сан даже перегнуло палку, потому что на то, что в сериале только весело намекали. Кстати, там есть Тотара настоящий. То есть я не знаю, как ему позволили. Тогда можно было. А хотя, нет, ну Анна же дружит с Миядзаки, так что. Да, да, он, наверное, просто договорился. Да, вот реально там прямо, там это они, там еще одна конкурентка у девочки появилась, вот эта вот. И они говорят, смотри, там Тотара, где Тотара побежала. И они спрятались. Ну, короче, там совершенно комедийные эпизоды есть. А потом мороженка и от нее это самое. Ну, блин, ну вот смотри, ну это фури-кури полнейший. Да, есть, есть. Похоже. Есть такой, да. То есть, чем дальше, тем он больше на себя перетягивал явно одеяло уже. И, в общем, в сериале только намекали на какие-то, весело намекали на какие-то драматические обстоятельства, которые у него особенно есть, у мальчика. А она развернула на 21 тома это все, потому что сам сериал «Охваты» примерно до 8 тома, который тогда как раз вышел. Но сильно отличается по настроению и подаче. Так что читать лучше, наверное, сначала все-таки все это. У нас, кстати, Росман вот как раз издали первые 4 тома манги в 2011-2012 годах. Сейчас я попробую показать. Вот так это было, выглядело. Причем, 4 том, причем, даже в другом дизайне. Да, в общем, странно, сохранили они этот дизайн классический японской сёдзю манги. А тут-то... Интересно, что американцы не сохранили. Там все картинки тоже из журнала, но совершенно переделаны из других кусков. То есть американское издание совершенно не похоже. А это прямо вот родное очень напоминает. Но они тоже осилили только 4 тома, то есть даже полсериала, наверное, примерно. И, в общем, лучше мангу начинать сначала. Вот первые 4 манги в 2011-2012 годах вышли у нас в Росмане, которая Росманговая у нас подразделение называлась. Библиографическая редкость, по-моему, я даже на Озоне не нашел. Или какие-то безумные деньги какой-то, которым их есть. Странно, эти красные и черные полоса наверху похожи на сирийский флаг. И это как-то очень някошко. Ну, они, по-моему, как раз копируют библиотечку журнала «Ла-Ла». Оригинально. И у нас есть, кстати, на Токуру рецензии. Там вот прямо Токуру, тег с Масами Куда. Там вот это вот есть. Я немножко расскажу про мангу, потому что я... Нам вот ворлок в чате уточняет, что 4 том выпускала фабрика комиксов, когда они, видимо, они пытались, может быть, спасти лицензии Росмана, когда Росман схлопнулся. Наверное, да. Романга вот эта. А, вот поэтому она по-другому выглядит позже. Потому что у нас обзор был еще на 3 тома тогда, которые вышли. Четвертый видим позже. Но не уверен, что удалось спасти, если честно. Ну, как же. В принципе, ну, манга хороша, конечно. Я вот говорю, я ее почитал, и теперь некоторые куски просто не могу вытащить из головы в результате. Потому что дело в том, что девочка Юкино, она своей любовью буквально взломала защиту Аримы, мальчика, так сказать, вообще. Потому что... А там бездны. Понимаете, почти никак не показано. А вот вторая половина манги как раз про то, что тяжелейшая детская травма Аримы, на которой у самого парня в голове просто стоит слепое пятно, ну, защита, по сути. То есть заблокированы у нее эти воспоминания. Она начинает прорываться. Потому что вот Юкино, как сильная любящая женщина, в общем, делает Ариму совершенно беззащитным. И перед самим собой настоящим у него там и синдром самозванца, и травма, и комплекс отличника, и семейные проблемы. Все это вдруг пробивает его защиту и пытается погубить. Сама Юкино гораздо менее главной героиней, гораздо менее сложной со своими проблемами, оказывается. Имидж там, престижность, вот это все. А парень ее внутри сильно сломанный оказался, и это прямо беда случилась. Там есть совершенно убийственный, даже не знаю, как рассказать, вот все 21 том, вот японское издание, вот оно вот так выглядит, лишь очень похоже на наше. Вот смотри, это наше, а это японское. Знаешь, а тут какая еще история? Мне кажется, что... Вот первое издание японское вот так выглядит. Это загадочная полотка. Нет, я почему... Только она у них красно-синяя, а у нас красно-черная. Нет, мне кажется, что... Сейчас, одну секунду, найду я... Я просто видел, вот смотри... Раз уж мы вырулили на мангу? Да, раз уж мы вырулили на мангу, то поглядите, вот так вот есть еще с зеленым верхом 4 томика. То есть, мне кажется, фабрика комиксов, она потом приупускала все 4 тома, да, вот с зеленой верхушкой. Ну, кстати, под тем же логотипом Rossman. Да, 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 да. Ой, так вот, я залез в банку дальше. Я не знаю, лучше ли это не делал или делал. Что ты вздыхаешь-то, грустно. А, грустно вздыхаю. А, сейчас спойлеры пойдут. Ну, все как мы любим. Во-первых, спойлеры всем в укрытии, да. Во-вторых, ну, какие спойлеры в ром-коме? Ну, серьезно. А жили ли они долго и счастливо? Или как, что? Об этом есть последний кадр прямо вот тут вот, что они жили долго и счастливо. Прямо в сериале в конце Судзуку в последней серии написано. Продолжение следует буквально, да. Так вот, там есть совершенно убийственный 15-й том из 21-го, где ребята доводят конфликт до высшей точки просто. И Арима, чтобы показать, какой он плохой, он страдает, у него комплекс, у него, он живет в семье приемных родителей. То есть он приемный. В том смысле, что его настоящие родители оказываются какими-то мошенниками. Позор семьи всей, которая там, потомственная семья врачей благородных. А он от таких, отщепенцев, которые буквально, это самое, негодяи все такое. Мамаша с закидонами, папа вообще какой-то музыкант уехал в Европу, там все плохо. И, в общем, и у него это все накопилось так за эти годы. И девочка еще ему прорвала эту защиту, которая у него стояла. Она бы всю жизнь могла простоять, наверное, нормально. Он не помнил, как его мама травмировала в детстве. А тут он это, сломался. Она его раскрыла на истинного себя. И случилось страшное просто. Потому что в 15-м томе они прямо доводят конфликт до высшей точки. И он ори ему, чтобы показать, насколько он реально плохой. Я негодяй, говорит. Он буквально на Юкину нападает и, судя по всему, насилует. Прямо в библиотеке школьной. Эпизод показан достаточно безопасно, что называется, по принципу. Но это прямо вот и есть такой эпизод. Осуждаем. А потом, буквально в следующем эпизоде, до парня. Она, видишь, приходит в себя, накрытый его пиджаком. А его нет нигде. Прямо вот очень жуткий эпизод. Страшный, реально. А дальше он приходит в себя дома, понимает, что он натворил. И начинает себя калечить. Прямо вот это тоже совершенно чудовищная вершина всей манги. Это уже гораздо позже, чем сериал вышел. Но режет себе руки. На этом месте кто-то бросает, по-моему, читать даже мангу. Потому что он не подписывался на оправдание насильника. Но не стоит забывать, что Сёдзи Манга вообще такой, как бы сказать, иногда филиал старушек на лавочке. Главная идея – напугать соседку от бытовой истории посильнее. Так вот, дальше идет совершенно потрясающая серия, эпизод. И Юкина, придя в себя, сама находит Арину, которая пытается себя изуродовать в наказании за свою вспышку. И говорит ему, говорит, ты одну ошибку сделал. Я сказала, подожди, но я не сказала нет. И пробивает рукой стекло. Вот так вот. И стоят они такие оба окровавленные. И понимают, что только что стали на 10 тысяч лет старше, условно говоря. И, наверное, так и становятся взрослыми. Это потрясающий силой эпизод. Вот, конечно, за одного его можно, конечно, благодарить мангу за все. А спустя некоторое время Юкина обнаружит, что беременна. Офигеть история просто. Впрочем, родители у него тоже очень ранний брак, между прочим, устроили. Так что это наследственное похоже. Там еще несколько сомнительных, с точки зрения привычной бытовой морали, историй есть в манге именно. В аниме они в шутку, а мангака их на пол серьезе развивает потом, после выхода сериала. Там есть такая мелкая агрессор Шацубаса. Сейчас я покажу где-то. В сериале над ней веселятся просто очень активно. Мелкая такая Аска, я не знаю, как ее назвать. Те любят Аску. Хотя тут недавно в Твиттере был опрос, там Аска, Рэй или Мисата, и с огромным отрывом Мисата лидировала в итоге. Мисата теперь, да? Это, видимо, это просто возраст называется. В общем, мелкая агрессорша такая, которая когда-то вместе в младших классах училась с Аримой. Кстати, она тут защищается от насильника. Короче, и у нее появляется ее папа, мама у них ушла или умерла? Мама умерла. И папа решил жениться заново, а у новой жены есть мальчик, сын. Вот он. И он такой панк-артист, панк-музыкант. И, короче, она вначале его не понимает. Я такая была хорошая девочка, а тут такой этот панк. И, в общем, а потом выясняли, что хороший парень. И они уже так между собой сидят, так говорят, слушайте, а это... А... Как это... Сейчас я про сформулировку. А сводные брат и сестра будут жениться? Ну, спасибо тебе, дорогая Мангака. Вот у них совершенно нежные эпизоды, вот такие даже внимания есть. Но там они скорее в шутку. А в манге Мангака пошла до конца, по-моему, на эту тему. Ну, в общем, она реально влюбляется в своего брата, в общем-то. Ну, это вторично такой эпизод. Это тоже как бы очень сомнительно с точки зрения привычной бытовой морали истории. Это еще не все, потому что есть у Аримы друг, этот страшный бабник, вот такой. Который дружил с Аримой, по-моему, только потому что вокруг Аримы всегда девушки вьются. Его зовут, как ни странно, Хидеаки. Хидеаки Асабо его зовут. И он как бы дружил, чтобы вокруг девушки велись, что называется. А в конце концов вдруг решил, что первый ребенок Юкина Аримы его суженая будет. И дождался. Там эпилог в манге есть. Спустя 16 лет, когда реально это самое... Вот это вот Сакура, вот 15 лет, и тут самая старшая дочка этих самых главных героев. Уже там реально эпилог после всей манги происходит. Последняя самая главка, спустя много лет, как там дальше дела у них прошли. И вот есть совершенно потрясающий эпизод, где вот она обнимает этого самого Хидеаки. Да, то есть она в него влюбилась, несмотря на разницу в возрасте. Там еще два сына, кстати, есть у них там вот, близняшки. В общем, весело. Самое-то смешное, конечно, что Хидеаки, Анна, ты сам тоже в то время вился вокруг школьниц. Если уж на то пошло. Что он там, Love and Pop когда он снимал. Да, именно в этом году он снял Love and Pop, да. И, кстати, он набрал на озвучку тоже очень школьниц, кстати, на многие роли. Они, кстати, отлично справились. То есть там вот, там в эдинге же как раз и превьюшки новых серий читают как раз Саю. И прям вот реально очень молодые девчонки школьные возраста. Они хорошо справились. Это прям очень классные получились. Так превьюшки прямо чумовые у них получились. Да. И в результате, ну, Любовь и Попсалова, про трудную жизнь современных школьниц. Фильм очень крутой и снят, кажется, на ту же самую бытовую камеру, на которой сняты все эти превьюшки, эндинги и так далее в сериале. А в сериале эндинги сняты очень странно. Такие вот, на широкоугольную камеру бытовую и поэтому, как бы, нельзя достичь высокой четкости, потому что она снята по бытовому, что называется. Он, фильм-то, кстати, Love and Pop снял на эту же камеру, похоже. Так что, не, серьезно. Там, так что, что мангака, Масами Цуда, что автор, блин, этого тут не хватало только, да. Что авторы Немахида Океанова, они оба вот так очень глубоко подняли проблемы молодежи, особенно тогда, что там у них вообще-то тема заявленная, знаешь, как первая фраза в сериале, это «Любой во время экономического кризиса». Все, то есть, какая-то открытым текстом объявленная. Я не знаю, как этот сериал советуются, с одной стороны, выглядит все это очень бодро, но очень сыро. То есть, как будто его, правда, подростки делали. В этом есть такая свежесть, освоение мира, вот этого всего. А с другой стороны, понятно, почему Цуда могла на них обидеться, мангака, потому что они из трудной драмы выделили, экранизировали такую комедию. Есть уже безумный эпизод, где этот. Они реально какой-то устроили побоище на перекладной анимации в последних сериях, там, в духе Евангелиона. В чем этот портрет, как его зовут-то, господи? Я понимаю, в чем мангара обиделась. Да, Казухиро Такамура, это он еще и в Фурикуре работал, аниматор, они его взяли, вставили в сериал, вообще, фотопортреты. Вообще, там, местами какие-то начинались в ксерограмму. У них настолько к концу анимации денег не было, они начинали ксерографию делать. Или вот такой эпизод, снятый на камеру, они едут в небоскребе в ресторан, они сняли это ксерокопией. Нормально. Слушай, я очень люблю, тут недавно видел момент, из какого-то аниме про боевых роботов, там кто-то, короче, падает в реку, и они просто поставили стекло перед камерой и забрызгали его водой. И это сняли, это еще, естественно, как бы старая анимация, не цифровая. А тут новые анимации, и они к концу сериала так экономили, там просто, там вот, если, допустим, начинается так все нормально, да, вот дом, да, потом такой превращается в нарисованное, а потом перед ним начинают трясти вот этими фигурками. То есть, и вот такие пролеты камер, это внутри серии, это кусок эпизода, что называется. Потом краткое содержание сериала переснято на телевизор, то есть вообще. А потом, а потом они все сжигают. То есть, я не знаю, там, это у них последняя серия, вот после 18-й, у них началась какая-то буйная экономия, она вот реально на перекладках это делалась местами, то есть, вот так. Это как, вот, из-за этого многие возмущены, конечно, очень не любят этот сериал. Видишь, там школу представили фотографию. По-моему, это вообще лучшее, что тут есть, что ты сейчас показываешь. В общем, да, да, то есть, это вообще там, марионетки были, там, это все прекрасно, на самом деле, сделано. Там, вот здесь булочка натуральная. Да. Да, то есть, я говорю, я получал удовольствие от этого, но тем, кто ждал Миландраму. Андроид, вижу, в общем, красиво начинается тогда, когда якобы кончаются деньги. Вот с Евангелием это же самое. Да, да, вот тут как раз деньги настолько кончили, что оно пошло вот такими кусками, там, вот, живая, как кадр с живым глазом девушки, там, допустим, чтобы не анимировать сложную психологическую картину, там, и так далее. Вот, кстати, полнейший этот самый Исюки, какой, Симба, короче, наш любимый. А, Киюки. Прям вот его, его очень характерный, Акиюки, да, Симба, прям очень характерный его стиль, хотя он там не участвовал, по-моему, все-таки. Но, вот, но они явно знали, о чем, кого показывать. Там же даже есть грузовик Кун. Там все обошлось, она выдернула девочку, там, вертолет взлетает, там, в конце какие-то, какой-то безумие творится. Там, в общем, экономили очень сильно, там вот такие вот эндинги вот так нарисованные есть прямо вот. Мне кажется, что он не в экономии, дело в том, что просто все Джо Мангу дали экранизировать просто толпе фриков. Ну, 26 серия заканчивается вообще мангой, то есть они просто, у нас все-таки манга, на, на мангу, вот, жуй, сколько не жалко, на, вот вам. Причем, самое-то ужасное, что отсюда нарисовано хуже, это, наверное, ей было особенно обидно, потому что, ну, у нее, ну, у нее вот такой стиль, вот он местами хорош, но, в принципе, ничего особенного, такой вот, такой, среднестатистическое. А они прямо отрывались там, ну, потому что прямо вот крутые художники пришли и фигачили. Это уже более позднее, а тут чуть получше рисуют, а первые прямо странички были такие, средненькие очень. Такой типичный, все-звязь, все-звязь стиль. Ничего из себя особо не представляешь. И, короче, на этом поле порезвились крутые аниматоры, и, представляешь, как он не пригорал, наверное, там, потому что они, они же там реально вот такую вот хорошую прям вот концовку сделали, все это прямо такой вот могучий тут манго-стиль такой. Как должно быть в журналах манго, наверное. Я не знаю, как к этому относиться. В общем, что получилось в конечном счете, что это совершенно две разные истории. То есть, с одной стороны, так, сериал выглядит очень бодро, как будто действительно подростки делали. Понятно, почему судно на них могла обидеться, они из драмы сделали комедию. С третьей стороны, конечно, у Гайнца очень крутые художники. Это больше все-звязь манго, чем сама все-звязь манго получилась. У них финальный ининг на ледоколе снятый. Вот, кстати, уже сеста выше Гайнца даже местами попадал. Причем, вообще там, говорят, а у главных героев история идет дальше, говорят они. Там у второстепенных хороший финал есть. Продолжение следует, и через три минуты после эндинга конец. Как? Как что это? Как они это делают? В общем-то, абсолютно две разные истории. Вот посмотрели аниме, можно читать мангу, и, в общем, ничего не потеряете, потому что это совершенно другая манга получилась. И у них 21 том вот с финалом нормальным. И с немноготочием, как в сериале. Некоторые критики даже называют такой кориканой, такой Евангелиум, с которого убраны гигантские роботы. И то, кстати, убраны не до конца по-хорошему, потому что у них в школьном спектакле, там вот последняя серия называется 14 дней 1, 2, 3, 4, 5, где они вот дико экономили последние вот эти серии. Конечная восьмерка. Да, 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 практически конечная восьмерка. Там они половину времени готовятся к школьному фестивалю. И там репетируют сцену про робота-андроида. Так что Гайнакс без роботов не обошелся. Но это такой, это поверхностный взгляд, конечно, что это просто Евангелие без роботов, потому что это местами вот у Мангаки это очень серьезная драма с этим, с жуткими семейными проблемами, с этим преодолеем этих проблем с помощью любви и хороших, сильных друзей. Это хорошо прямо сделано. А у Гайнакса это очень крутой экспериментальный сериал, как снять за три копейки, реально за три копейки снять крутую вещь. Ну, Анна, конечно, в сроки все протерял. В общем, это крайне занимательная история любви на стыке тысячелетий, тысячелетий на фоне кризиса. Ну и, конечно, веха в истории анимации. Но такая очень неровная, но веха. И, в принципе, конечно, очень хорошая. Но сериал, где никто не придерживается чарок тердизайнов, то есть принципиально, по-моему, не в одном кадре. Были у них модельные листы персонажей? Были, были, это я показал. Но они никому не нужны были в этом сериале. То есть вот Сэйю там совершенно очаровательная. Они непрерывно трещат там местами, потому что там у нее же двое сестер младших, и они гонят непрерывно. И, в общем, пластилиновые есть какие-то титры у них там. В общем, все, что можно, они использовали. Просто лишь бы не рисовать лишний раз. Вот они раскрыли души друг другу. Видишь, как это прямо вот. В общем, хороший сериал. Очень необычный. Сейчас, может быть, смотрится даже свежее, чем тогда в некотором роде. Потому что мы знаем, как бы, что дальше Гайнакс делал и все такое. А тут еще никто не понимал, что это будет. И немножко вот в таком вот, с таким вот выражением лица ходили. Наверное, весь сериал. А сейчас он смотрится бутрячком, да. К сожалению, высокого качества нет, потому что Blu-ray издали, но он выглядит так же. Ну, там Upscale, как обычно, обработанный, как вот здесь вот. У меня Upscale немножко есть, потому что бы совсем мыло не бросалось в глаза. Я постарался, как бы, часть картинок спасти, немножко повыше сделать по качеству. Там, в общем, Хидоокеан, на самом деле, сериал никак никуда не... У меня прохождение кота тут, я тут запинаюсь, поэтому... Да, у меня прохождение кота. Хвост. Проходите, пожалуйста. В общем, Хидоокеан, сериал, на самом деле, не бросил. Просто ушел в художественные руководители, грубо говоря. Да, и, в общем, получилась крайне необычная вещь, которая до сих пор смотрится очень странно, но я не знаю, как я советую, особенно мангу. Вишь, он такой серьезный, драматический, местами очень тяжелый. Там, слушай, реально вот... Причем мангака рисует про переживания парня больше, чем про девушку. Потому что у девушки все нормально в жизни, в общем-то. А вот, кстати, пишут в чате, что еще в Рог Тихоне было много отсылок к Каре Кано. Ну, запросто, потому что... Ну, да, это все туда же. Ну, то, что все это видели и все запомнили, как раз 25 лет прошло, сейчас выросли те люди, которые в школе ходили, смотрели по телевизору вот это все. И, наверное, да, это как раз сейчас... И пишут еще в чате, я после Каре Кано понял, откуда растут ноги у студии Шафт. Ой, вы, Жан-Люк Годара, посмотрите. Шафт как раз параллельно жил, и у них же буквально в предыдущем году снимался вот этот вот... Солтейкер, или кто? Ураган Солтейкер, Ораган Полимар... Эроган Полимар. Эроган, да. У Ямамото Йока, 99-й год, они как раз параллельно очень работали, и, по-моему, как бы не участвовали во всем этом безобразии, но, тем не менее, вот... Шафт, он равномерно был уже размазан по токийским анимационным студиям. Потому что, собственно, Кик Симбо, он уже много лет в этот момент работал на студиях, но ему, как бы, авторские вещи дать... Давайте стали как раз чуть ли не накануне в 97-м году. Как раз с Полимаром, начиная. Он продал всем, как у него было 8 сериалов, где он работал, поэтому это сложно сказать. Двух Синзи, трех Синзи. Да тут целый зал, местами там целые ряды Синзи. А вот там был кадр, говорит, внимание, по некоторым причинам анимационное вступление как-то, сей будет пропущено. То есть, внимание, у них 6 серий было без опенинга. Вернее, 5 серий без опенинга. В шестой появился опенинг, и в седьмой серии они вот так пишут. Извините. Краткое содержание предыдущих серий. Я так... Короче, они так натягивали, так экономили, что у них в серии не 25 минут идет, 22. Из них опенинг, эндик, превьюшка. Там 12 минут экшена осталось. Экшен снят на палочках. Короче, экономили как могли. Там местный завуч Генда есть. Вот это когда у них оценки посыпались, они говорят, слушайте, вы это, вы молодые люди, вы у нас лицо школы. Как вы тут это... Как вы жить-то, зайчик, собираетесь? Ладно уж, не пересказывай, а то ты уже столько все рассказал, что... Ну вот она, видишь, там 13 место вместо первого получила. Это катастрофа была просто. Говорит, да как ты вообще? Говорит, я из-за тебя тут. А ты на какой? Я на седьмом. Слушай, это уже похоже на госпожу Кагуи и их соперничество за лидерство в классе. Кагуи сейчас, кстати, многие вспоминают. Кагуи многое вспоминают, потому что завязка там, первая половина сезона, она как раз и про лидерство в классе. А потом они друг к другу влюбляются, и это все... Ну, как и тут. Там они до конца вида не подают, а здесь подают, и прямо уже, по-моему, начинают целоваться уже, откровенно, чуть ли не на глазах у всех. В общем... Как пишет Сергей Зудов в чате, это были 90-е, мы экономили как могли. Да, Гайнекс, конечно, вообще сериал без денег снял. Это пипец, конечно. Но получилось весело. Я посмотрел, я пролистал мангу почти все, и это... Атас. Понятно. Я просто немножко не понимаю, почему, конечно, это лучшая драма, вот школьная мелодрама вообще всех времен. Я не очень понимаю, почему, честно говоря. Атора-дора. Может быть, потом... Она же тоже хорошая. Они все потом были, они все, может быть, позже были. Может быть... А это было, как бы, такой вот первый современный... Гайнекс опять показал, кто здесь папа, и показал, как снимать школьную мелодраму, может быть. Даже за небольшие деньги. Но реально, местами какая-то манга начиналась. Вот такой вот кадр. Акьюки Симбовский абсолютно. Или вот так они прямо вот в кадре рисуют текст. Или вот такой монтаж, когда клееный врезанный. Ну, надо вертикальный кадр воткнуть еще до вертикальных мобильных телефонов пошло. И это все делали. В общем, если ищите дизайн персонажа, это не здесь. Тут он меняется в каждом кадре просто. Но при этом... Каждый художник, который работал над сериалом, привнес свою лепту. Да, реально, там видно, кто над какой серией работал, прямо вот очень хорошо. И, конечно, в каждой серии такие пролеты камеры. Вот как ты теперь, вот у тебя здесь подвес, ты можешь такие же пролеты, как всегда океан, теперь снимать по крышам городов. И, в общем, вот такая вот безумная абсолютно вещь. Android Vision пишет вообще... Чуть не сказал фури-кури, каре-ка-но. Каре-ка-но, да. Вот Android Vision пишет, вообще японцы мастера нереалистичных объяснений чего-либо. Так что к без денег стоило бы относиться with a grain of salt. Да, потому что с Евангелией... Я только одно могу сказать. Это же заблуждение, что на Евангелиине в конце им не хватило денег. Это неправда. Там скорее творческие... Это городская легенда, да. На самом деле, в 99-м году часть руководства Гайнакса посадили за утаивание... Не части одного коммерческого директора. Там всю верхушку, пом, пересажали. Там троих, по-моему. За уклонение от неуплаты налогов у них там, по-моему, в сейфе там куча нала была. Читайте об этом в книге «Мемуары на Тенке». Да, там об этом подробнее есть. На Тенке мемуар, да? Как он там... Ямага же, да? Нет, нет. Почему ямага? Почему ямага? Этот самый, Ясухирова, так я, да. А, может, быть, да. Ясухиро Токедо, кстати, тут вовсю тоже работает. Он один из отцов-основателей, Гайнакс. Да, да, да. Вот Ясухиро Токедо тут местами спасал вот это все тоже. Ну и взрывы такие анимации делал Херойки и Майси тут. Прям вот, когда вот надо было. То есть, статика-статика, миллион разговоров, потом как-то бешеный экшен в три кадра. Это и Майси. Я понял. Если я сейчас не прерву, Алекс будет рассказывать про Карекано всю ночь. Но у нас уже 22-26. Поэтому... Это у какой-то нашей поп-группы была песня под названием «Я буду кричать об этом всю ночь». «Я буду кричать об этом всю ночь». Да, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова